Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Эмили и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Я заранее извиняюсь перед вами за посторонние звуки, просто у нас дома гости. Я ушла в комнату и решила снимать для вас мукпанк, потому что это все дело было наполовине. Мы снимали грузинские хингали для Айкука. Вы очень давно просили меня снять подобного рода видео. Ссылочка будет в инфобоксе, ссылочка будет закреплена в комментариях. Поэтому заходите и смотрите, как мы с мамой это все дело готовили. Рецепт очень простой, но я могу сказать, что это одно из самых просто самых любимых моих блюд. Я обожаю грузинские хингали и особенно домашнего именно приготовления. Выглядят они вот так вот, вот прям горячие. Здесь вот соус. Кстати, рецепт соуса тоже я оставлю в инфобоксе. Он у нас есть на Айкуке. Я думаю, что вам понадобится. Я не представляю, что я ем грузинские хингали, например, с кетчупом или с майонезом. Это чисто с этим соусом. Он просто обалденный. Попробуйте. В прошлом видео, во вчерашнем, да, я просила вас задать интересный вопрос. Я заметила такую особенность, что всегда вопросы я беру из инстаграма. А есть люди, которые не подписаны на мой инстаграм, или же, например, у них вообще нет инстаграма, и получается, что они не могут задать мне вопросы. Поэтому... Вкусняша! Так вот, что касается вопросов. Вопросов было много. Было много хороших комментариев. Спасибо вам огромное. За теплые слова, которые вы пишете. Мне на самом деле очень-очень приятно. Мясо какое! Ой-ой-ой. Прям вообще... Видео, где я ела курицу, там один парень написал комментарий, говорит, здесь знаете, говорит, чего не хватает. Не хватает момента, где вы облизываете свои пальцы. Я когда читала этот комментарий, я так начала ржать, потому что именно эти моменты я вырезала. Они были. Я подумала, как-то неприлично получается. Я такая сижу, облизываю пальцы. Не очень эстетично. Вернемся к вопросам. Анастасия Захарова задает вопрос. Настюш, тебе огромный привет. Ее вопрос звучит так. Обсуди, пожалуйста, тему призраков. Вообще, я давненько хотела вам рассказать, что, может, кто-то не верит в это. Конечно, право каждого, но я лично сталкивалась. Не прямо с призраками, да, но с паранормальными явлениями я сталкивалась, например. Мы жили в частном доме, и это была вторичка. И до этого там жила семья, и история, что произошло с этой семьей, нам никто не рассказал. Потом, после того, как мы купили этот дом, нам сказали, что в одной из комнат жена убила топором мужа, представляете. Это была моя комната, такая маленькая. И даже до этой ситуации родители хотели, чтобы я одна спала в комнате. Мне всегда было страшно в этой комнате. Мне всегда что-то мерещилось. Мне казалось, что кто-то сейчас придет. Это как раз была та комната, в которой как раз-таки жена убила мужа. Ей дали условный срок. Потому что муж был садистом, был вообще психически ненормальный. И постоянно ее избивал, обижал, унижал. Там устраивал какие-то, знаете, такие вещи, о которых даже не принято говорить на ютубе. В общем, очень жестокий человек был. И она в конце просто не знала, что сделать. Взяла топор. И, собственно говоря, убила своего мужа. И, собственно говоря, убила своего мужа. Как муж привязывал жену. В общем, садист был. Я просто не хочу портить вам аппетит, портить вам настроение. Но реально какой-то чокнутый был, психически больной. И вместо того, чтобы просто, не знаю, развестись с ним, или же отправить его в психушку, она просто не выдержала и убила его. Вы знаете, я никогда не осуждаю таких женщин. Мы слабый пол. Реально слабый. И иногда даже, когда против нас совершаются какие-то преступления, мы об этом молчим, потому что мы боимся. И судья тоже поняла, что она ни в чем не виновата. Она просто постоянно была под прессом. Ее постоянно несколько лет унижали, оскорбляли. Физическое расправа. Нам просто в подробностях это рассказывали. Я была просто в шоке. Если соседи все это знали, почему они молчали. И после того, как нам рассказали эту историю, мне стало еще сложнее спать в своей комнате. Может, это самовнушение, и это все ерунда. Может быть. Но факт вот. Когда я спала в этой комнате, я всегда видела ужасы. И вообще, после этого, когда мы покупали эту квартиру, я папе сказала, что давай уже вторичку брать не будем. Папа начал надо мной прикалываться. Говорит, ты что, после этой истории прям испугалась? Говорит. Я говорю, что дело не в том, что я испугалась или нет. Но реально. Откуда мы знаем, что происходило в этом доме до того, как мы начали там жить? Или, например, золото. Люди покупают золото из ломбарда. А потом оказывается, что это золото имеет плохую энергетику. У меня, например, было такое кольцо. Когда я его носила, я обязательно срезалась с экзаменов или что-то плохое происходило. Но, правда, это кольцо не было из ломбарда. Но все же, в энергетику я все-таки верю. Как же это вкусно, ребята! Татьяна Гавриленко спрашивает меня. Даже четыре вопроса она мне задает. Было ли у тебя кара первый вопрос? Каре у меня было. Если честно, я очень-очень плакала, когда мне сделали каре. Вообще, мама моя всегда была сторонником короткой стрижки. Ей всегда нравилось, когда у девушки короткая стрижка. И у меня были длинные волосы. Мама меня уговорила на каре. А я даже понятия не имела, что же такое каре. Я просто услышала это слово. Я думала, это какая-то прическа. Пришла барикмахерша и постригла мне волосы. И я была просто в шоке от того, как я выгляжу. Может, конечно, вкусы меняются, жизнь там идет и так далее. Во многом у меня вкусы меняются, но только не в прическе. Вот всю жизнь у меня были длинные волосы, после этого каре. И вот все, ничего менять не хочу. Я не могу себя представить с короткими волосами. Вот нравятся мне мои послушные, прямые полосы. Не выпрямляю. Вот ничего не делаю. Просто каждый день мою голову. Даже феном не сушу. Естественным образом они высыхают и все. Листья салата. Чтобы добро не пропадало. Следующий вопрос. Хочешь ли ты жить отдельно от родителей? Нет. У нас в Азербайджане так не принято. Я не знаю ни одну девочку, которая просто живет отдельно от родителей. Это, наверное, в связи с традициями и все такое. Не то, что с парнем. Да, вот просто одна жить. У меня у подруги, например, есть своя отдельная квартира, но она живет с родителями. Я перееду из этого дома только тогда, когда я выйду замуж. А в ближайшие, наверное, год-полтора точно я замуж не выйду. Как же вкусно! Это то же самое, знаете, как берешь, например, хлеб, макаешь масло, где жарилась курица, и уже хлеб тоже вкусный. Грузинский хингаль посидел просто на этом листочке, и все, листочек тоже стал вкусный. Тетя ко мне пришла. Я не знаю, будет ли слышно или нет, но конкретно посторонние звуки есть. Это там болтают. Мама, тетя, бабушка. Тетя принесла такие конфеты. Они просто обалденные. Они очень вкусные. Вот как только я сниму курица, пойду кушать конфеточки с чаем. Всегда говорю себе, что надо поставить зеркало перед камерой, да, и смотреть, как я выгляжу. И каждый раз я забываю это делать. Следующий вопрос. Любимое блюдо. Что может быть вкуснее грузинских хингали, роллов? А еще, кстати, раз речь пошла про мистику, я вам расскажу реальную историю. Моя бабушка рассказывала нам, что у них в деревне умер один мужчина от остановки сердца, видимо. Вот. У нас по мусульманским традициям человека сразу хоронят. То есть в течение, по-моему, 24 часов или 15 часов на следующий день сразу хоронят человека. это, кстати, очень неправильно, на мой взгляд, потому что есть такое понятие, как литургический сон. Я не знаю, кто-то слышал про это или нет. И, в общем, у них был сосед, который умер. Все начали его оплакивать и так далее. Затем уже, когда его в гробу несли хоронить. У нас это делают не в гробу, а в белую такую простыню заворачивают. Ну, в общем, вы меня поняли. И вот в этот момент, когда его на плечах мужики несли на кладбище, человек просто встал. Встал и не понимает, что происходит. Люди, которые несли его вообще в шоке. Одна девушка даже упала в обморок. Когда она увидела, как умерший проснулся, да? Вот. Проснулся и еще бабушка говорит, прожила около 15 лет и умер уже. В старости уже умер. Как же это было вкусно. Это просто было произведение искусства. Мало. Надо еще пару штук пойти сварить. Просто на этой дощечке больше не вмещается. Я не знала просто друг на дружку поставить или что делать. Так вот, в какие-то мистические моменты я верю. И все думали, что это мистика. Он встал, он умер и потом проснулся. А оказывается, он просто спал и это литургический сон. Видео у нас с вами получилось очень серьезным. Я все доела. Если вы кушали вместе со мной и продолжаете кушать, приятного вам аппетита. Удачного дня. Обязательно заходите на iCook и смотрите рецепт, если вам интересно. Я уверена, что вам интересно. Ставьте лайк этому видео. Всем желаю удачного дня. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok